Если ты ждал серию Полинку, то с тебя лайк, если ты его еще не поставил, и конечно же подписка, если ты еще не подписан. Милость мифы. В случае гибели полностью восстановит здоровье и на время добавит несколько сердец. Используется автоматически. Ну вот и все, чудище ворота теперь наш. Мы его подчинили, вернули обратно, и он где-то вот на горе, где-то вот, вот, где-то, где-то на какой-то из этих гор стоит, короче, и нацеливает свой лазер на логово Ганнона. В общем, пойдем вернемся к нашему главному чуваку. О, у тебя есть квест. Леда. Ладно, мы потом к тебе вернемся. О, а вот, кстати, где статуя, смотри. Вот она, где расположилась. Я думал, в этой деревне ее нету. Вот так-то. Потом к ней еще тоже забежим. Здесь все? Все на месте? Линк, ты вернулся? Я ждал этого момента. Благодаря тебе дожди прекратились. Наши владения снова в безопасности. И весь Хайрул тоже. Больше наводнение нам не грызит. Ты усмирил чудище вороту. Мы все тебе очень благодарны. То, что ты сделал, превзошло все наши ожидания. Линк, я прошу у тебя прощения за все, что я наговорил. Теперь я знаю, что госпожа Мифа была тебе дорога, как и всем нам. От лица всех Зора, включая стариков, я благодарю тебя за спасение наших владений. Я ошибался, когда говорил, что от хайлицев одни беды. Надеюсь, ты меня простишь. Линк, твой подвиг должен быть достойно вознагражден. Прошу, возьми то, что лежит в том сундуке. Когда-то это принадлежало Мифе. Теперь тебе, друг народа Зора, береги этот подарок. Конечно, он меркнет на фоне твоего меча, сокрушителя зла. О, этот легендарный меч. Его можешь носить только ты. Береги его. Линк, мы благодарим тебя от всего сердца за помощь. Сидон, сын мой. Я тобой горжусь. Ты помог Линку усмирить чудище. Ты уже совсем взрослый. Мне радостно от мысли о том, что однажды ты займешь этот трон. Спасибо, отец. Дожди прекратились, и чудище теперь снова на нашей стороне. Это потрясающе. Линк, огромное тебе спасибо. Я не нахожу слов, чтобы выразить свою благодарность. Ты нас спас. Ради тебя я могу это крикнуть. Спасибо. Вот это благодарность. Вот это я понимаю. Не то, что в других деревнях. Чудище ворота. Выполнено. Спасибо, Дорифон. Очень благодарны. А теперь я пойду и посмотрю, что же вы мне там задарили. Трезубец чешуи света. Неповторимое оружие мифы. Воина народа Зора. Несмотря на то, что мифа была прежде всего лекарем, она также превосходно владела этим оружием. Но трезубец так себе. Пожалуй, я его оставлю здесь. Тем более, как обычно, места у меня нет в сумке. Но, учитывая, что этот подарок и клинок вихря у меня уже почти сломался. Ладно, давай вихрь мы выкинем. Все. Трезубец я забрал. Пойдем теперь помолимся. Вымаливать мы будем капсул энергии. Нам ее критически не хватает. Теперь нам нужно с тобой спуститься вниз. Под город. Где мы видели с тобой сундук, но который не смогли вытащить. Он где-то здесь. Просто в прошлой серии, когда я пытался его достать, я немного затупил. О, крабик. Заберем его. Я немного затупил и забыл про Крионикс. Я же могу сделать глыбу льда и встать на нее. И тем самым вытащить откуда угодно, что захочу. Значит, врубаем Магнезис. Вон он сундук. Теперь врубаем Крионис. Делаем глыбу льда вон там. Поплыли. А теперь пробуем достать этот сундук. А все равно, прикинь, не достается. Он то ли очень глубоко под водой, то ли что. Ладно, давай поближе сделаем. Вот он, сундук, прямо под нами. Есть возможность достать его. Шикарно. Учитывая его сложность доставания, я думаю, что там что-то очень должно быть ценное. Открываем. Ледяная стрела. И ради нее я корячился. Я-то думал, там часть костюма, может быть, или еще что. Кстати, насчет части костюма. Когда я шел к Левру, на битву к Левру, забирать у него грозовые стрелы, мне сказали, что там в руинах, которые мы мимо пробегали, есть сундук, в котором лежит часть костюма. И я хочу это проверить. Так что мы сейчас идем туда. А так. Вот они, эти руины, которые были ранее в воде. А, они, в принципе, и сейчас в воде. А я думал, что вода ушла после того, как мы остановили ворота. Значит, я вижу там, что это такое там. Это жаба огромная. А, это утка. Это селезень. Давай же проверим дно этой реки. Не то выбрал. Магнезис. Пока ничего не вижу. Давай попробуем подплыть поближе. Так. Здесь кто-нибудь есть? Нет, здесь ничего нету. В общем, как оказалось, здесь... Блин, свалился. Здесь ничего нету. Просто руины и ничего более. А вон, кстати, ворота, где стоит. Все теперь ясно. Но мы пойдем в противоположную сторону. Ведь там есть святилище. И нам нужно туда слетать. Летим пока к святилищу. А слева от нас есть башня, которая охраняется дронами Ганана. А, кстати, вон там вот вулкан. На этот вулкан нам как раз-таки и нужно. А там вообще дракон летает. Вот это опасность. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то я, конечно, немножечко разошелся. С энергией-то я вообще... У меня же с энергией беда. Фух. Все обошлось. Прибыли к святилищу. Но помимо святилища я здесь увидел еще три статуи. Три статуи, которым мы обычно молимся. Но они, по-моему, какие-то другие. Не такие совсем уж. А, яблоко сюда положить нужно. Ну, понятно. Здесь у нас спрятался маленький лесный друг. Сейчас мы его угостим яблочками, если они у меня остались. Как раз одно яблоко есть. Шикарно. Опа. Спасибо за семечко. Теперь я все яблоки у тебя заберу. Они тебе все равно не нужны. Ты их не ешь. И мы направляемся в святилище. Светилище до Хэшо. Испытание силы один. Я вообще-то уже испытание силы три прошел. Не думаю, что тут что-то запарное будет. Здорово. Сколько у тебя рук? Фу. Всего одна. Да ща мы с тобой легко разберемся. Где мы мечта? На тебе. Опа. Вот так вот. Как я его нафихтовал, а? А вот топорик я бы у него забрал. Там какой-то необычный топорик. Винтики-шпинтики. Давай посмотрим, что за топор. Но прежде мне нужно выкинуть какой-нибудь... Что мне выкинуть? Вот, давай, жезл этот выбросим. Я этими жезлами почему-то все равно не пользуюсь. Что за топорик? Неплохой такой, между прочим. И плюс с критическим ударом. Ну а теперь посмотрим, что в сундуке. Древнее суперядро. И такое бывает. Энергетический кристалл изготовлен по утерянной технологии. Ядра таких размеров очень редки. Хороший ученый наверняка нашел бы ему применение. Кажется, нам стоит заглянуть в Хотенский институт. Ух ты! Там, кажется, вон еще светилище есть. Очень далеко от нас. Да. Давай меточку поставим. Чтоб не забыть про него. А еще мне любопытно, что там за круги. Вон, видишь? Такие круги огромные. В море. Прям любопытно, капец. О-о-о! Ты глянь, кого я нашел! Это же фея! Ядренский катонский. Полетели к ней. У меня, правда, денег не так уж и много. Ну, ладно. А вон, кстати, маленькие фейки. Надо бы их побольше собрать. Сейчас попробую поймать парочку. Тихонечко. А теперь за этой? Не, не успел. Блин. Но есть другая. Сейчас попробую взять. Готово! Две пеи поймал. Это просто роскошно! Ну, а теперь переходим к главной миссии. Здорово, фея! У-у-у-у! У-у-у! Юноша! Прошу, выслушай меня. Да я уже слышал вас сотню раз. У вас у всех одна проблема. Я большая фея Мия. Мне когда это место было прекрасным родником. Но со временем мне стали приносить все меньше рупий. И я потерял свою силу. Теперь я беспомощна. Помоги мне хотя бы небольшой суммой. Мне нужно лишь тысяча рупий. Капец. А ты помнишь, как все начиналось? Одна фея сказала сто рупий. Другая сказала шестьсот. И тут уже тысяча рупий. Вся проблема в том, что у меня нет тысячи рупий. Есть у тебя деньги. Дай скорей. Нет у меня столько денег. У меня всего пятьсот. Ничего не дам. Очень жаль. Давай эту меточку тоже поставим. Потом как-нибудь к ней вернемся. Когда у нас сумма будет. Ну, а теперь нам нужно двигаться в сторону вулкана. Но прежде чем мы туда направимся. Очень часто мне писали в комментариях, что следует вернуться в светилище, откуда я вышел. Точнее, где я пробудился от глубокого сна. Вот сюда. Светилище жизни. Там что-то меня ждет. Ну, пойдем посмотрим. Светилище жизни. Вот мы и телепортнулись. Что она здесь может ждать? Мне кажется, что тут ничего такого-то и нет. О! Это маленький лесной друг тут? Осмотреть. Здорово! А ты что тут делаешь? Поселился в моей кровати длительного сна. И в принципе все. Тут больше ничего и нету. Хотя камень шика может активировать можно, не? Нет, он уже активирован. Ну, как бы вот. Ничего тут и нету. Ну что, мы побывали в светилище жизни. Теперь предлагаю отправляться к башне. Ну, а дальше уже на вулкан. К башне я бежал через город. Решил забежать. Вспомнил тут про квесты. Вот маленькая девочка тут напевает какую-то песенку. Давай с ней поговорим. Дар небес, чешуйка света. Это ты помог принцу Сиду, да? Ты такой классный. Конечно, до принца тебе далеко. Но я не откажусь с тобой поболтать. О чем поболтаем? Что ты поешь? Тебе понравилось, да? Я напевала песню праздника война. Хочешь послушать ее полностью? Конечно, хочу. Хорошо, я спою. Итак, песня праздника война. Дар небес, чешуйка света. Расколет камень на укрытом. И испытание воссияет. Честно говоря, я не знаю, что означает эта песня. Но готовлюсь петь ее на празднике война. Правда, дедушка Трелла какой-то расстроенный. Надеюсь, праздник не отменят. Интересно, что у него случилось? Так, праздник война. Новый квест. Короче, это песня о скрытом святилище. Такие мы уже слышали. Ага, вот он ты где. Дай поболтаем. А, погоди, это Груф. А у того, по-моему, другое имя было. Ого! Ты, видимо, Хайли, из которого так ждал принц Сидан. Меня зовут Груф. Я помогал принцу Сидану искать такого, как ты. Хорошо, что ты к нам пришел. Поиски завершились успешно. Если не считать, что во время поисков меня забыли на высокой башне. Но я собрался с духом, прыгнул в реку Зора и вернулся домой в гордом одиночестве. Во время прыжка я увидел в воде свое отражение. И у меня внутри все перевернулось. Что значит перевернулось? И я осознал, что на свете нет ничего прекраснее отражения ныряльщика в воде. Король Дорифан вручил тебе доспехи Зора, да? В доспехах Зора даже ты сможешь легко подняться по воде. Ты не мог бы нырнуть отсюда, чтобы я посмотрел на твое отражение в воде? Только ныряй, пожалуйста, рыбкой. Ну капец. Лучший ныряльщик. Вот это испытание. Полетели? Что-то как-то не получилось. Сейчас заново попробую. Опа! Да блин, не получается нырнуть нормально. У меня какой-то солдатик выходит. Так, давай-ка я попробую это с разбега сделать. И раз, два. Во! Получилось наконец-то. Ну все, увидел. Ой, я потрясен. Я еще не видел ничего прекраснее. Теперь поднимись наверх по водопаду и возвращайся сюда. Что же он мне сейчас скажет? Типа, что я самый лучший ныряльщик? Потрясающе! Я чувствую, как трепещет мое сердце. Как моя душа несется по волнам. Это было красиво. Спасибо. Теперь возвращайся сюда. Ну блин, я уже тут почти. Сейчас спущусь. Опа! Что скажешь? Это просто чудо! Я запомнил каждый миг твоего прыжка. Сейчас заплачу отчасти. Я очень тебе благодарен. Прыть лотос пять штук дал. И все. Меня переполняет чувство. Такой красивый прыжок. Наверное, только раз в жизни можно увидеть. Надеюсь, однажды ты снова нырнешь для меня отсюда. О, господи. Кажется, надо валить отсюда. Этот чувак сошел с ума. Вот она, эта башня. А там, кстати, все эти лещи есть. Вон оно. Тоже пометим его. Ну что? Будем пробираться сквозь дрона. Интересно, можно его как-нибудь шандарахнуть, чтобы он нас не лупил своими лазерами? Смотри-ка, он движется прямо к нам. Ой-ой-ой. Нам желательно не попадать в его прожектора красные. Все, мы прибыли. Спускаемся. А теперь аккуратненько и очень осторожненько, тихонько пробираемся к башне. Надо переодеть снаряжение. Нам нужно скалолазание. Вот так. Теперь нужно как можно скорее пробежать. Он возвращается. Вот, черт. Черт, черт, черт. Спрячемся вот здесь вот за камушками. А, он наверх полетел. Ну и пусть летит. Сейчас он, правда, развернется и назад полетит. А мы вот здесь вот посидим. Тихонечко. Ага. Шикарно. Конечно, я бы мог его шандарахнуть. И мне прямо это хочется сделать. И я бы даже рискнул. Как насчет запульнуть в него из золотого лука и грозовой стрелой. Ой. Повыше надо взять. Ну, блин, мазю. Мазю, мазю, мазю. Есть контакт. Запалили. Косой. Сейчас тебе в глазяку как стрельну. Получил. А падать не собираешься? Ну, ладно, я тогда на тебя запрыгну. Привали. Опа. Боленский. Не получилось. Он улетает от меня? Серьезно? Ладно. Фиг с ней, с этой же истянкой. Возить с ней долго не хочется. К тому же сесть я на нее верхом не могу. Укоротить не могу. Поэтому мы поползли наверх. Все, мы взобрались. А здесь еще один дрон. Капец. Он нас чуть не спалил. А нет, он спалил. Башня вот она, вот она совсем рядышком. Тут еще свины есть. Все, кажется, дрон улетел. Нет, не улетел еще. Ладно, бежим. Бежим, 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 бежим. Нас спалили. Нас спалили. Ух, как я улетел. Вовремя. Так. Дай-ка мы его встань. Вот так возьмем и все, и бежим. Капец, отстань от меня. Отстань, говорю. Встрятались за стеночку. Шикарно. Все, тупица от нас отстал. Мы спокойненько можем сюда пробраться. Оу, я, мы на месте. Шикарно. Меч у нас светится. Как насчет ударить по этой слизи? Поможет нам это? Нет, нам это не поможет никаким вообще образом. Никак. Ой. Меч перестал светиться. Странно, но тут повсюду же слизь гана. На что он перестал светиться? О. Здрасте. Возьмем обычную стрелу. Да капец. Есть контакт. Сейчас туда надо залететь аккуратненько. А, тут мостик упал. Ну и круто. Можно на него встать. А тут залезем. Акальская башня. О, здорово, син. Иди сюда. Сейчас тебе покажу свой красивый меч. Вначале надо у тебя щит из рук, конечно, выбить. Как мне это сделать? А, блин, ударил меня. Скотина. Ну, кстати, мой меч по щиту-то его как бьет вообще мощно. О, все. Двинул кони. Нас же свинтус. Давай поднимемся повыше. Сила ревали нам в этом поможет. О, почти до самого верха нас докинул. Есть. Мы наверху. Это как здесь еще механизм наверху оказался, а? Что он тут делал? Давай, смотрим. Древняя шестерня. Ну и хорошо. В общем, активируем башню. О, еще один кусок открылся. И там, смотри, сверху есть небольшой лабиринт. Прям очень любопытно, что в этом лабиринте. Кстати, вон еще одна башня. Вон она. Надо бы до нее слетать. Тут конюшня есть. Здорово, ребята. Как жизнь? Конюшня Акала. Можно же своего Иго-го-бро призвать, наконец-то. А то и все на своих двух, на своих двух. Пойдем посмотрим, что у нас тут лежит вообще. И телка есть. Ага, рецептик. Надо его сфоткать. Опа. Есть снимочек. Все, наконец-то я забрал своего Иго-го-бро. И надо бы померить ему новое седло. Где там седло, которое мы с тобой нашли? Во, вот оно. А, это не седло, это же узда. А, как ее одеть? Эй, Го-го-бро. Как на тебя одеть узду? Может, с тебя слезть нужно? Подожди, подожди, подожди. Или ее, в принципе, нельзя одеть. Она просто у меня в сумке лежит. Короче, это всего лишь навсего какая-то узда. Специально. И, по всей видимости, она уже, как бы, вот она прицеплена. И у нас все хорошо с Иго-го-бро. А этот, думал, там прям вот такой вот шлем на него нацепится. Ммм, как плохо. Ну, ладно. Поскакали, короче, мы дальше. И нам нужно скакать в новый город. Смотри, куда мы прибыли. А еще смотри, кто нас преследует. Это капец. Фух. Чуть не подожгли меня, а? Долбаные. Крыло огненного куса. Долбаные огненные кусы. Коня придет снова оставить. Блин, ну капец. Чего вы повылазили? Коня не трогайте, блин. У меня сейчас лук сломается. Ну, да, я промахнулся. Отошли бы все. На, блин. Ой, как больно. Хотя нет, не очень больно. Хватит меня пинать. Конь, ты там как? Все, огонь. Конь, огонь. Ну, тогда норм. Можем продолжать подъем в гору. Но я здесь наткнулся. Вот на что. Фосфалит. Дальше наша дорога идет без коня. Я выбрал какую-то тернистый путь. Ну, что поделать. Люблю и трудности. Оу-оу-оу-оу-оу. Я горю нафиг. Надо одеть вот этот костюм. Но не факт, что он меня спасет. Защита от жары. Он меня не спасает. Надо отсюда сваливать нафиг. Воздух здесь очень раскаленный. Прям капец. Ты посмотри, я сразу же горю. Не, мне туда лезть нежелательно. Я, конечно, прям к вулкану подобрался. Так, я думаю, что нам надо наискосок лететь. А, ну да, тут прям вон лава, смотри. Ой, как жарко. Надо лететь вот сюда. А где здесь город-то, блин? Как туда добраться вообще? Интересно, а эти чуваки, они живут внутри этой горы с вулканом или нет? Пока мы, короче, летим к башне. Заканчивается энергия. Вот так вот. Сейчас немного передохнем и дальше полетим. О! Это что за пещера? Нифига не видно, правда. Но это пещера. Так, а ну, ушел с дороги. Засранец какой, а? Я с вами уже дрался, знаю, че почем. Че да как. А вот, вот, вот ты от меня отстань. На тебе! Меч сломался. Че-то все повылазили, когда у меня меч сломался. Короче, надо валить отсюда. Не хочу я драться с вами. О! Первый указатель! Обалдеть. Еще и грибы здесь какие-то. Латновик. Давай заберем. И теперь посчитаем, че на указателе написано. Гора смерти, уровень 2. Впереди Горанград. О! Так мне в Горанград и нужно. Внимание, температура, звездочка, восклицательный знак. И если вы не Горан, возможно, ожоги. Че, меня даже костюм Геруда не спасет. Мне, короче, нужен костюм Города. А дальше-то куда? Наверх, да? Видимо. Указатели показывали, а я что-то затупил. Да, по-любому надо добраться. О! Здорово! Здорово, чудик! Жалко, у меня меч не заряжен. Так бы я бы ему показал, кто здесь главный. Сколько там меч еще будет заряжаться? Шесть минут. Это долго. Короче, надо разобраться с этим паукообразным. Иди сюда, хищник. Сейчас я буду тебя наказывать. Ой, он нас запалил. Кажется, запахло жареным. Надо врубить стадис. Стадис у нас врублен. Фух, ладно. Полетели! Стрелы, стрелы, стрелы. Грозовые желательно. На тебе. Его ашандарахнуло. Теперь стадис. Стадис, беды. Я и все спел. Как насчет ножек? На тебе по одной ножке. Ой, жарко здесь, жарко, жарко, жарко. Зря я сюда спустился. Капец здесь жарко. Ой-ой-ой. У меня там морозильное мясо где-то должно было быть. Вот оно. Может оно нам поможет чуть-чуть? О, получше стало. Так, теперь разбираемся. Ножечки, ножечки. К досмотру. Есть еще одна ножечка у нас отлетела. Надай вторую. Готово. На-ня-ня-ня-ня. Я и без своего меча справлюсь, в принципе. Ты брось это дело. Не смей даже в меня стрелять. Сейчас еще. Ой, здесь уже сильно горячо. Надо отсюда убегать. Увиливать. Горю-горю-горю-горю-горю-горю-горю-горю. Спокуха-спокуха. Куда это ты пополз? Слышь? Я еще с тобой не закончил. Ах ты. Стоямба, говорю. На тебе. Все, он теперь обездвижен полностью. Стереночек сейчас заберем. Фу-фу-фу-фу-фу. Горячо как, а? Ой-ё. Ну давай, попробуй, попади по мне. Косарый, лытый ботан. Садись тебя. Сейчас я тебя зато вплачу. Готовченко. Вот и все. Правда, я очень сильно сгорел. Прям капец как сильно. Очень много жизнек у меня потратилось. Ой-ой-ой, все, валим, 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 валим. Там, по-моему, алибартовая валяется. Надо до нее сбегать. Сейчас мы ее заберем. Да, рыцарская алибарда, но у меня места нет. Я забыл про это. Фух. Капец здесь потно на этой горе. Но зато я теперь с легкостью валю этих огромных... Да блин, мехов. Пауков. О! Руда. Шикарненько. Надо будет оттуда забрать. Че она тут лежит красуется? Топос, янтарь. Я богат. И, кстати, я почти добрался до башни. Да блин, горячо. Горячо, горячо. Надо мяско съесть. Еще мяско, где оно? У меня последнее осталось. И скоро зелье. Увеличим наш бег. Все, я думаю, что мы, в принципе, можем бежать. Побежали. Ой, горячо. Блинский. Блинский. Пукан горит. Пукан дымит. Я горю. Ну, блин, да блин. Ну, я сейчас сгорю нафиг. Фух, успел. Успел сюда добежать. Че делать-то? Как быть? До башни рукой подать? А я туда просто физически добежать не могу. Я сгораю. Шашлыком становлюсь. Угольком. Отбивной. Вот так вот только если по краешку двигаться, то, в принципе, неплохо. То, в принципе, мы уже и дошли. И все у нас хорошечно. Мне бы еще еды приготовить. А то у меня совсем ничего нету и жизек мало. Элдинская башня. Сейчас мы на нее взберемся. И будет вообще чешуяно. Я думаю, что с этой башней мы как раз найдем город этих горных чуваков. А он сейчас покажет окрестности и все станет ясно. Ну, я не увидел город этих чуваков. Но я увидел, что тут очень жарко. Прям камера плавилась, когда показывал местность. Так, мы с на карте увидим. Город, город, город. И нифига я не увидел. Увидел только лишь кучу лавы. Город-то где? Городок. Да, блин, а где же они живут-то? Может быть, вот здесь вот их город? Они как бы не совсем на лаве живут? Или вот здесь вот, смотри, вот тут. Да, вот он город-то, наверное. Вот он где. Так, походу, нам двигаться нужно вон туда. В ту сторону. Короче, я как-то неправильно пошел. Я уверен, что где-то внизу по этому опасному маршруту был горн какой-то, который предлагал костюм горна. Или зелье, может быть, какое-то специальное, чтобы я мог ходить по раскаленной горе или еще что-то. А я его пропустил. Ладно, пофиг. Давай по стариночке. На пробивную. Пусть у меня пукан подгора... Нет. Нет, я не хочу, чтобы у меня пукан подгорал. Я хочу спокойненько дойти. Может быть... Я как-нибудь договорюсь здесь. Не-не-не-не-не. Никаких договоров. Валим отсюда. Я отсюда просто не смогу дойти. Дойти, пройти. И все дела. А что вон там вот? Какая-то рыбина. Сила высшего меща почти восстановилась. Это шикарно. О, мне понадобится. Ну вот, короче, мы, наверное, разобрались И где-то в той стороне есть городок Где-то там Вон он, я его уже вижу Блин А как насчет горячих источников? Я попробую туда далее Горячо, горячо, горячо Горячо, нет, возвращаемся обратно Не-не-не-не-не, я туда уже О, все, я уже горю О, капец Какое облегчение Фух Что-то я туда очкую и вообще конкретно лезь Давай я просто сфоткаюсь на фоне этой горы И мы свалим отсюда Вот так вот Я сделаю Нет, я сделаю Сделаю как? Нет, не так Вот так вот я сделаю, типа я держу чудище на руке Вот я с ним сфоткался Все Сделал салфак и можно отсюда валить, в принципе Короче, на этом все Пиши в комментариях, как пробраться В этот город Жаркий Даже костюм Геруда меня не спасает Там капец, какое пекло Буквально я там нахожусь 3-4 секунды И я горю В общем, жду твоей помощи в комментариях Спускайся туда, пиши Чиркни что-нибудь мне там дельного А я на этом заканчиваю Тебе спасибо за просмотр Увидимся в новом видео И пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok